Во время инициированной президентом страны масштабной акции БРГ от нашего региона было направлено около 5000 предложений. Они будут решаться в рамках региональной социальной дорожной карты. Партия Нур-Отан будет контролировать этот процесс. Об этом было сказано на расширенном заседании полицовета. Региональная социальная дорожная карта направлена на решение нетерпящих отлагательств проблем в течение трех лет до 2021 года. На ее реализацию только в этом году предусмотрено 32,3 миллиарда тенге. Во главе угла – поддержка многодетных и малоимущих семей. С этой целью в регионе созданы специальные комиссии. Проводятся обследования и создается социальная карта каждой такой семьи. Они уже получают АСП. Предусмотрено обеспечение детей горячим питанием и бесплатный их проезд на городских маршрутах. Ряд семей уже справляют новоселье. Год от года в регионе растут объемы жилищного строительства. За шесть лет в два и шесть раз. В Казларде построено за эти годы 360 многоэтажных домов. Полностью решена проблема аварийного жилья. В этом году в рамках Нур-Лажер будут сданы 43 дома, в том числе 24 арендных дома без права выкупа. На обеспечение арендным жильем и покупку готовых квартир для многодетных и малоимущих семей дополнительно республика выделила 3,6 миллиарда тенге. В рамках проекта «Баламикен» Акимат совместно с фондом Утимратова строит 150 домов. Составляется договор о строительстве фондом «Ище 100 домов». Кроме того, Жилстройсбербанк предоставляет облегченные кредиты под 2% годовых. АСП – пособие строго для нуждающихся. К сожалению, для получения этой помощи некоторые идут на различные уловки. Так отмечено учащение разводов, сокрытие доходов, фиктивная выписка с пропиской. Аким области поручил тщательно исследовать материальные положения, подавших заявки на АСП, чтобы помощь была направлена точно по адресу нуждающимся в ней. При назначении АСП не допускать незаконные выплаты, а такие факты уже регистрируются. Также задача не допустить мошенничества, обеспечить работу трудоспособных членов семей. Необходимо проводить работу по искоренению иждивенческой психологии. Необходимо пересмотреть состав участковых комиссий, которые проводят обследование материального положения многодетных и малоимущих семей. Также на повестке дня – повышение качества работы перевичек, налаживание обратной связи, привлечение в ряды партий молодежи, бизнеса, представителей других сфер. Проведен анализ качественного состава членов партии в ее рядах – 51 309 козылординцев. Но представителей малого и среднего бизнеса всего полпроцента, аграрий – всего полтора. Молодежи также очень мало, всего 12%. Надо усилить качественный состав партии, чтобы были представлены все слои населения, все сферы. Агирим Туримат, Ажамрат Альжан, Бигбалат Адзенов, Тос Хансатпа, Телеканал Козларда.